Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета дзюдо». Мы находимся сейчас во дворце спортивных и финноборств комплекса спортивных сооружений ЦСКА в зале дзюдо. Здесь проходит одна из последних тренировок дзюдоистов перед сносом этого здания. Мы прочитаем сегодня дзюдоистам историческую справку о спортивном комплексе сооружений ЦСКА и немножко позанимаемся с ребятами. Проведем небольшую разминку и некоторые упражнения. Уважаемые члены спортивного клуба ЦСКА дзюдо отделения Александр Хаусский и гость в студии Сергей. Я Роман Карасев и приехал сегодня к вам в гости прочитать небольшой рассказ исторический о вообще этом месте, где вы занимаетесь. Вы, наверное, видите, что здесь сейчас происходит некая такая реконструкция и так далее, все что-то разбирается, что-то машины строят, ездят и тому подобное. И, конечно же, хотелось бы, чтобы вы знали о том, что вообще вот это все такое ЦСКА, а точнее комплекс спортивных сооружений под названием ЦСКА. Вы занимаетесь здесь, а значит это, я думаю, для вас будет полезно знать. Итак, ЦСКА – дворец спорта по любви. Называется так рассказ. А почему по любви? Потому что так вот произошло, что вот это вот место и эти спортивные сооружения были построены не просто так, что кто-то там вот так. О, давайте здесь будет вот это. А был один такой человек, Василий Сталин. Может быть, кто-то слышал имя Сталин. Был такой руководитель Советского Союза, а сегодня это Российская Федерация. У него был сын Василий, он был летчиком. И он очень влюбился в одну пловчиху. Знаете, что такое пловчиха? Вот не в дзюдоистку. Тогда не было дзюдоистки еще. Пловчиха была. Хотя нет, самбистки были. Нет, самбисты были. А вот самбисток даже не было. И он влюбился в одну пловчиху. Причем не просто пловчиху, а чемпионку. Звали ее Капитолина Васильева. И он так влюбился в нее. Что сказал, была не была. И на этом месте будет спортивные сооружения стоять. Вот так, он сказал. Прочти практически как Петр Первый. Городу быть на Неве. И он сказал, что вот здесь. А почему здесь все просто? Он был главнокомандующим. Сейчас вот даже точно скажу. Он был командующим военно-воздушных сил Московского военного округа. Вот кто был Василий Сталин. А здесь вот находился аэродром. Военный в том числе. Потому что это был конец 40-х. Начало 50-х годов. Только закончилась Великая Отечественная война. Или Вторая мировая. Как ее еще называют. И здесь находился аэродром. И был ангар для самолета Василия Сталина. Это сегодня самое старинное здание в этом сооружении спортивном. здании. Кстати, ну я не знаю. Вот я не посмотрел. Может быть его уже и нет. Это гимнастика. Гимнастика есть. Еще есть. Еще не стеснись. Это самое старинное здание в этом комплексе зданий. Построено в 1935 году. Но потом там стоял самолет Василия Сталина. Но вот из-за большой любви он сказал, в месту быть построим плавательный бассейн. Построили плавательный бассейн. Роман Георгиевич, можно я сейчас кое-что вставлю? Я сейчас сяду тоже. Просто все, наверное, вы знаете. Просто это вы и для наших зрителей. В этом зале тренировал, он сейчас ушел из жизни, это Мищенко Борис Павлович. В этом? Да. Да. Здесь тренировался. История такова, что Василия Сталина, его же сначала захватили, а потом, можно сказать, передали. Он был в окружении, и отец Мищенко, он был летчиком. И он, Василия Сталина, за ним слетал на оккупированную территорию, забрал и привез его в Москву. То есть здесь нити так переплетаются, что не так просто все. То есть здесь и любовь, и спасение. Да. Точнее, спасение для любви, а в конечном счете родился уникальный комплекс спортивных сооружений под названием ЦСКА. Вот. Видите, какая история. Итак, дальше я немножко почитаю, потому что не все я наизусть запомню. Хорошо? Вот. Значит, что произошло? Крытый бассейн построили в 1950 году. Как я уже сказал, здесь стоял аэропорт, аэродром, и командующий ВВС Московского военного округа Василий Сталин хотел таким образом сделать приятное своей возлюбленной. Представляете? Он сказал, не цветы подаю тебе, а целый бассейн. И будешь плавать здесь сколько хочешь. Чемпионкой будешь. Вот. Ну, а потом дело пошло. В 1958 году к бассейну пристроили гимнастический зал. Ну, точнее, это уже было здание. На самом деле, как я вам сказал, ангар для самолета. Но его реконструировали, и стал он уже гимнастический зал. В начале 60-х годов здесь был построен еще ледовый дворец, старый. Это вот новый был здесь уже снизу, который в 1990 году был построен, а здесь еще был старый ледовый дворец. Нет, была коробка. Ну, вот. Еще раз, как там получается? В начале 60-х ледовый дворец. Ну, так его называли. Видимо, это была коробка. Нет, это была просто коробка. Это была просто коробка для хоккея. Это вот я историю, помните, рассказывали, как Борис Павлович шел... Вот еще одна история. Давайте я вам сейчас еще одну историю расскажу. Раз пошла такая пьянка, вверх последний огурец. Мищенко, вот Борис Павлович, он чем вообще знаменательный? Он пришел сюда, если я не ошибаюсь, в 60-х годах. То есть он проработал здесь около 50 лет. И когда играли, грубо говоря, в 70-х годах, вот это была легендарная игра Канада СССР, он мне рассказывал, говорит, на месте была обнесена, как так сказать, хоккейная площадка такая большая с трибунами. И он однажды шел утром и смотрит, играет. Ну, все легенды не Фетисов, а Харламов. И получается, что? Он остановился, потому что, как сейчас, там, телевизор уже, ну, телевизор были, и посмотреть вживую, Волочу как играют, грубо говоря, лучшие из лучших в стране, ну, это было, это самое, поворачивается на него Тарасов и говорит ему, ну, это, это самое, так, не цензурный. Он говорит, что ты здесь делаешь, шпион, что ли? Он говорит, ну, нет, не шпион, я, этот самый, заслуженный тренер СССР, мастер спорта по дзюдо по самбо, как бы, ваш коллега дзюдо и самбист, как бы, ну, просто, вот, мне нравится. Он говорит, так, как тебя, говорит, зовут? Он говорит, Боря. Он говорит, Боря, хорошо, Боря, смотри, говорит, вот мы сейчас готовимся к легендарному матчу, он говорит, ну, об этом, правда, никто еще не знает. Это где-то был, получается, они 72-е, а они… Конец 60-х, да, начало 70-х. Да, 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 да. Вот сейчас мы начинаем готовиться, говорит, у меня защитники никак не могут, вот, идет нападение защитник или кто покрепче врезается от него нападающий, или, если защитник помощней, это самое, что ты можешь подсказать? Он такой, подумал, говорит, знаете, у нас есть такой бросок через бедро, когда мы подсаживаемся и тазом подбиваем. Он такой, вы сможете обучить? Он говорит, ну, как бы, да. Приходит, говорит, ну, наверное, завтра теперь все команды придем. Он приходит, вот, говорит, только не вот здесь было, а внизу, вот, это самая верхняя комната. Приходит, через, говорит, полчаса звонок чуть ли не, это сам, от главнокомандующего, министра обороны, говорит, нужно помочь хоккеистам. Хорошо. На следующий день, вот, говорит, вот так этот сам, построилась вся команда хоккеистов. Тарасов сел на лавочку вот сюда. И началась, началась тренировка. Он говорит, ну, чтобы было понятно, говорит, давайте побежали, они бегут. Борис Павлович подворачивается, бросает через бедро. И вот каждый хоккеист, это самое, около десяти тренировок прошел. И вот этот подбив, вот, как показали, когда выбрасывали за это. Вот это вклад нашего дзюдо и самбо в развитие мирового хоккея. Вот, хорошо. Кстати, добавлю про хоккей. В моей тренировочной практике приходилось тоже заниматься, точнее, показывать приемы дзюдо для хоккеистов. Несколько раз ко мне обращались родители юных хоккеистов, для того, чтобы они... Я показал некоторые приемы вот такие, как Борис Мищенко показывал для тогдашних хоккеистов ЦСКА и Советского Союза. Итак, продолжаем. В 1966 году был построен дворец тенниса. Это вот здесь был теннисный корт, которого уже, кстати, нет. Вот. В 1971 году был построен дворец тяжелой атлетики. Это вот это здание. Вот это здание построено в 1971 году. Оно называлось дворец тяжелой атлетики в 1971 году. Дворец тяжелой атлетики. Сегодня это называется дворец спортивных единоборств. Все три дворца проектировал армейский архитектор Юрий Кривущенко. Вот мы сейчас о нем остановимся, потому что все-таки здания не так просто появляются. Их, значит, спасли сначала. Потом любовь получилась у нас. Потом сказали месту быть. И дальше появился архитектор. Надо же как-то это все обустроить. И вот Юрий Кривущенко, он же реконструировал дворец спорта к Олимпиаде 1980 года. Но только сейчас забегу немножко вперед вот этому архитектору. У нас здесь в ЦСКА, чем еще знаменательно, был Гулевич. Да. Он помогал непосредственно именно планировку внутри, то есть что нужно именно для борцов, боксеров. То есть он непосредственно именно курировал, можно сказать, этого архитектора именно со стороны спортсменов. То есть он опросил всех, и как бы уже это самое, вместе они уже двигались в этом направлении. Итак, продолжаем. Значит, у нас появляется еще один персонаж. Это Гулевич. Дмитрий Ильич. Дмитрий Ильич Гулевич. Это известная тоже личность, и если вы захотите, вы можете тоже информацию найти или спросить у ваших тренеров. Итак, ЦСКА сохранился до наших времен наиболее полно. То есть вот эти все здания, которые вы еще, может быть, кто сколько занимаетесь, если больше года кто-то занимается, то он еще, скорее всего, видел эти все здания. Практически в том же состоянии, что и 40 или 50 или 60 лет назад. То есть вот это здание, как было построено в 1971 году, так оно не видоизменялось никак. Вот. Все здесь вот так и есть. Ну, единственное, что-то, может, внутри покрасили. Итак, Кривущенко Юрий Георгиевич родился в 1924 году. Архитектор проекта. Советский и российский архитектор. Лауреат многих премий. Член Союза архитекторов СССР. Заслуженный архитектор. Почетный строитель России. Юрий Георгиевич Кривущенко родился в Москве. В июне 1941 года с отличием окончил сразу две школы. Представляете? Сразу две школы закончил с отличием. Это среднюю общеобразовательную школу и московскую вечернюю художественную школу, руководимую Граба Рем. Такой был человек, художник. С началом войны уже в июле 17-летний член комитета комсомола Юрий Георгиевиченко принял активное участие в создании добровольческого отряда из школьников, не достигших призывного возраста. Отряд вошел в 9-ю дивизию народного ополчения Кировского района города Москвы, которая была направлена в район Спас-Дименска, где влилась в состав 175-й стрелковой дивизии Западного фронта. То есть этот архитектор, который строил, он принимал участие уже в 17 лет, то есть закончил две школы в 1941 году с отличием. Сразу пошел он, так получилось, что на войну и в 17 лет уже не просто стал школьником, но и стал военным. После тяжелого ранения Юрий попал в плен. В лагере пережил голод, холод, издевательство, тиф. Однако, несмотря на это, выжил осенью в 1942 году с помощью партизан с группой военнопленных, совершил побег и попал в один из отрядов народных мстителей под Могилевым. Ну и так далее. Его военная, так сказать, история продолжалась до практически конца войны, до 1944 года. Именно в этот год он завершает военные свои действия, как военный солдат и поступает в институт. И в этом институте он учится, это Московский архитектурный институт. Учился с 1944 по 1950 год. В 1950 году Юрий Георгиевич, с отличием окончил, опять с отличием заканчивает он институт, где он учился у таких мастеров архитектуры, как академик Жалтовский, Мезенцев, Синявский. С 1950 года в качестве служащего вооруженных сил работает архитектором в Центральном проектном институте Министерства обороны. Так что, поэтому он и не просто так стал архитектором всей этой системы зданий, потому что он работал непосредственно в Министерстве обороны и руководил, точнее, был принят как архитектор сооружения этих зданий. В 1977 году Юрий Георгиевич являлся главным архитектором военпроекта Министерства обороны Российской Федерации. Вот так. Ну, наверное, тогда уже, тогда это было Советского Союза. Как автор и творческий руководитель авторских коллективов, Кривощенко проектирую и участвовал в строительстве многих крупных комплексов Министерства обороны. Среди них Центральный военно-клинический госпиталь имени Бурденко, ну и так далее. Хочу еще что сказать. За архитектуру и строительство Олимпийского футбольно-легкоатлетического манежа, вот который находится вот здесь тоже неподалеку, ЦСКА, да? В 1981 году Кривощенко удостоен премии Совета министров СССР. То есть это тоже его, практически все вот эти здания, это все его архитектурные проекты. Ну и как участник Великой Отечественной войны, он был награжден Орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией и медалью Жукова. К сожалению, он, так уж получается, скончался в 2015 году. Вот, и может быть даже, наверное, как бы, я думаю, что он бы был расстроен. И этому, то, что, ну, вот так вот сносятся те сооружения, которые он проектировал. Вот, значит, вот этот дом, дом под номером 39, строение 27. Дворец тяжелой атлетики. Построили еще раз. В 1971 году включающий такие залы для борьбы, бокса и фехтования. То есть здесь были залы тяжелой атлетики, борьба, бокс и фехтование. Кроме того, универсальный спортивный зал до Олимпиады 1980 года, которая проходила в Москве, был одним из залов, подходящих для проведения международных соревнований по баскетболу, волейболу, фехтованию, акробатике и прочим видам спорта. Много лет он также являлся тренировочным залом женской сборной СССР по баскетболу, тренером которой в то время был Гомельский Александр. Это вот тот зал, который вы, наверное, видите, внизу проходите. Вот это зал, в котором проводились не только различные соревнования, но и также вот по баскетболу и волейболу. Ну и практически все соревнования и мероприятия, которые проводила ЦСКА, отделение джудо и самбо, они проводились в этом зале. Все перенства Москвы. Все перенства Москвы по разным возрастам. Потом мемориальный турнир Гулевича, мемориальный турнир Мухамедшина. В общем, мероприятие не счастье, которое было проведено. Сейчас, как мы уже сказали, это здание называется Дворец спортивных единоборств. В шести его залах на сегодняшний день занимаются представители вольной борьбы, греко-римской, бокса, мужского и женского джудо, самбо, хихтования. Ну а также, вы знаете, есть там Тхатхамадо уже появилось. Тхамадо это в другом немножко. А, не здесь. Значит, у нас получается, да, просто было написано, ну, значит, вот у нас получается шесть залов. В одном из залов сегодня находимся и мы с вами. В этом зале начался ваш путь к джудо. И, возможно, у вас он будет продолжаться долгие годы, и ваша любовь к джудо не уйдет никогда. Спасибо за внимание. Ну что, а теперь пару вопросов. Итак, что привело к тому, что здесь вот построился такие спортивные комнаты? Кто помнит? Ну-ка. Так, любовь. А до любви? Спасение. Так, спасение, любовь. А имя как человека, который, фамилия человека, который спас того, кто потом полюбил? Сталин, да? Нет. Нет, Сталин. Который спас? Это Смирь. Ми... 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 Мищенко. Мищенко. Он спас Василия Сталина. То есть он вывез его из... Из самолёта. Из самолёта, да. А Василий Сталин полюбил кого? Пловчиху. Пловчиху-чемпионку, которую звали... Ну-ка, давайте мы вспомним вместе. Капитолина Васильева. Капитолина. А на этом месте что раньше было? Место вот этих спортивных сооружений? Аэродром. Военный аэродром. Точно. Военный аэродром. И первое здание, которое было здесь построено, это был... Зал гимнастики. Зал гимнастики. Нет. Зал гимнастики, это был ангар для самолёта. А первое здание построено... Пловчиху. 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 Потому что Пловчиху она была. Он любил Пловчиху и сделал ей подарок. Вместо цветов. Вместо цветов. Хороший подарок, да. Так, и теперь, кто помнит, в каком году было построено вот это здание? 1971. Ну вы вообще всё запомнили, ёлки-палки. Так, архитектор проекта, фамилия? Кривущенко. Он спроектировал практически все здания, которые входят в комплекс зданий Центрального спортивного клуба армии. Так что запоминайте это здание. Вот так вот мы иногда и слушаем. И скорее всего, уже через пару месяцев вы, наверное, уже этих зданий не увидите, а что-то будет другое. Поэтому вы вот на рубеже, на переломном рубеже сегодня здесь. Вот. Ну молодцы, что поставим, ребята? Пять. Твёрдая пятёрка с занесением в грудную клетку. Согласен. Ну всё, спасибо. Молодцы. Весно-право. 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 Да, пора. Уже хочу поддержать. Так, садись сюда. Так, мы садись. После этого разбитку, в котором тело, не убивай, и меньше потрачено энергии. Итак, вместо беговой. Один маленький эксперимент, но беговой эксперимент. Итак, вы стоите все. Посмотрите, кто справа стоит, кто слева. Посмотрели. Все запомнили, кто где стоит. На вниманиях. Нет внимания, ничего не получится. Правильно? Посмотрели, все запомнили, кто где стоит. Отлично. Если я стою не так, ну, поднял вот здесь. Говорим, что живы, и вы должны быть здесь построить. Первый рядом со мной, и ставим вот так. Поставим так, чтобы у вас нет позиции. Хорошо? Все готовы? Вы поняли задание? Хорошо? Раз, ноги считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Медли, да? Раз, два, три, четыре, пять. Поджимаем. Раз, два, три, четыре, пять. Поджимаем. Поджимаем. Раз, два, три, четыре, пять. Поджимаем. Раз, два, три, четыре, пять. Поджимаем. Раз, два, три, четыре, пять. Поджимаем. Раз, два, три, три, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Поджимаем. Раз, два, три, четыре, пять. В первой классной тропке вы были первыми. Да, ну ладно, теперь ставим. Шахту непорядок. Александр, играйте все. Давай, шахту для всех. Чёртый, мягкий, старший, шахту непорядок. Считай на письмо. Раз, два, три. Три, 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 три. Александр, будьте шахту непорядок. Да, шахту непорядок. Не хватает, а на пять минут. Не хватает, а на пять минут. Не хватает, а на пять минут. Ладно, ставь шахту непорядок. Окей. Ну что, в чём же это? Замоюсь. Первый, как и не готов. Вот, готовим, а на правую. Первый, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь шаг на вторую. Раз, два, три, три, пять, шесть. Раз, два, три, два, три, пять, шесть, семь, восемь, восемь, восемь. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь, девять, шесть. Раз, три, пять, шесть, десять. 2 3 3 5 6 7 8 10 10 Хорошо Сейчас боковое движение 1 1 1 1 2 3 9 5 6 7 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 8 1 2 1 1 4 1 2 3 4 1 2 3 3 Хорошо Сейчас руки вверх и потом в сторону Вверх Вниз Вверх Вверх 12 Вверх И 1 1 1 2 2 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...